Во-первых, всех хочу поздравить с нашим профессиональным праздником, Международным днём спортивного журналиста. Каждый год Тюменская арена отмечает на мини-футбольной площадке, либо на закрытой, либо на открытой. Но в любом случае мы стараемся провести этот праздник по-настоящему, по-спортивному. Пришло поздравление от вице-президента АИПС, это Международный союз спортивных журналистов, от президента Российской Федерации спортивных журналистов Николая Долгополова. Он поздравил Тюменскую арену с этим событием. Но я хочу поздравить всех тех журналистов, которые пишут или когда-то писали о спорте или делали сюжеты. Прежде всего нашего самого главного ветерана Анатолия Туринцева, который научил и в том числе меня многому в тележурналистике, и Владимира Танкова, одного из ветеранов Тюменской журналистики, тоже в какой-то мере моего учителя, даже, скажем так, первого учителя в журналистике. И хочу поздравить молодых спортивных журналистов, всем нам, вам здоровья, счастья, ну и успехов на нашем очень нелегком попище, потому что в спортивной журналистике остаются только настоящие фанаты. По-другому здесь нельзя, потому что работа в выходные, в праздничные дни. Вот сейчас у нас большая часть коллектива разъезжается на съемки, на то, чтобы сделать и сюжеты, и написать в газету, написать на сайт, в информационную ленту что-то сделать. Работаем для вас. Ну и спорт – это наша жизнь. По-другому, еще раз скажу, что в той же Тюменской арене по-другому работать нельзя, и не только в Тюменской арене, я знаю, как работают люди на Олимпиадах. Сам неоднократно работал на Олимпийских играх, и там спишь буквально по два часа, и не я один. Это большинство тех, кто туда приехал, россияне, не россияне. И вы знаете, сейчас какие-то санкции, международные отношения напряженные. Вот там, в огромном пресс-центре Олимпийских игр, никакой напряженности нет между журналистами. Даже между российскими и украинскими журналистами спортивными, все абсолютно нормально. Между российскими и американскими журналистами, где-то помогаем друг другу, и это нормально. Потому что, еще раз напомню, что это международный день спортивного журналиста. Ну а что касается сегодняшней тренировки, то очень понравилось, что два таких великолепных мастера, как Андрей Павленко и Андрей Батырев, пришли к нам на тренировку. Тоже уже традицией стало в день спортивного журналиста. К нам ребята приходят, и мы у них учимся. И когда вот критикуешь, когда, допустим, комментируешь, того же Батырева я же не раз критиковал, хотя и хвалил тоже не раз. Но вот здесь у него чему-то можно поучиться, не только критиковать, перенять какой-то опыт. И вот он сейчас остался после тренировки, и показывает нашим ребятам, как нужно правильно бить, как он там забивает центра поля. В общем, здорово.